Прямой эфир. Пока он, правда, загрузится, уйдет целый куча времени. Надо все, наверное, выключить здесь. О, ну, о, другое дело. Что, как вы тут? Мне тут пишут, что совсем не соскучились. Так тоже бывает. Шалом православным. И вам. Привет. Я с ней еще попозже поспать. Побольше поспать. Прям очень много поспать. Проснулся почти в полдвенадцатого. Вот. Но потом понял, что зломщик из меня никакой, и я не могу выйти. Матла, приветствую. Бро, всем привет. У родителей? Нет, я не у родителей. Ну что вы? Интересно, где я? Не у родителей. Вот. Вы мне еще не приснились. Нет, хорошо. Как зовут вашу новую девушку? У меня одна девушка. Диана. Сейчас она порешает со спортзалом. Сейчас другие у меня тут решают. А вот. А то я позапрошу пятницы не был в спортзале. То есть это сколько дней? Двенадцать дней. Это кошмар кошмарный. Вот. Саша, ваша новая любовь намного младше? Нет, не намного. Мне тут уже тоже написали. Как маленькую девочку отпустили с тобой. С таким уже стариканом. Я читаю. У меня прямо жесть какая. Англия. Привет. В поведении Дианы я стал выглядеть лучше. Это факт. Саня, не хватает тебя в эфирах. На ютубе буду в эфирах. Я же просто ездил на развод в понедельник. Ой, в пятницу. В пятницу, в тринадцатую. А в понедельник я был без связи в Карелии. Так что вот так вот. Как родители Дианы Танислицкого? Не знаю. Счастья и радости. Да что цыгня. У меня что должно быть? Безуверенное счастье все время, что ли? Безуверенное счастье только в сумасшедших. Кого? Привет. Магадан, привет. А вот. Так, ну что тут? Поэтому я понял, что раз в полтора часа я здесь пока заперт. Я, кстати, уже привык, что некоторые двери, которые запираются снаружи, снутри просто не открываются вообще никак. Вот. Поэтому буду здесь пока так. Привет из тюрьмы. Привет. Скорейшего вам освобождения. Латвия привет. Губы я не увеличу. Нет, губы я не увеличу. Это поцелуйчики. Когда вы в последний раз целовались по пять часов? Как Дианин Спитц? Отлично. С ним все хорошо. Сидит у меня в ножках малыш. Вот. Самсунг или айфон? Да, что за вопрос. У меня самсунг. Но айфон лучше транспортирует всю вот эту вот хрень. Он лучше приспособлен к инстаграму, к ютубу. Так что для блогера, наверное, все-таки лучше айфон. Но я пока не готов разориться. Вот. В принципе так. Что тут у вас? Привет с горы Филина. Катерина, приветствую. Это круто. Что? Пора начинать тренироваться. Дум-дум-дум-дум. Так само ужинственно выглядят штаны. Видите? Вот такие штанишки. Я обещал, что куплю пару штанов. Вот. Будете жить на Пискаревке? Еще ждали. Такие новости прямо. Когда свадьба. Подождите. Что вы? Куда вы? Спешите. Что я буду сегодня делать? Должен был сейчас ехать на тренировку и к Маркусу. Диана съездила по делам и тоже сейчас пошла на тренировку. Вот. Но. Но не попал. Не попал. Не к Маркусу сегодня на тренировку. Ладно. С тренировками сейчас поищу, в каком зале буду. С Виллой все в порядке. Ира должна ехать на открытие своей Виллы. А мы с Дианой пойдем на открытие Виллы Дианы 2. Украина. Привет. Почему Диана нет в эфире? Потому что она на тренировке. Диана замужем? Нет. Нет. Ангелина. На выход. Топ-топ-топ-топ. Ангелина вышла. Так. Ей не нравится делать женскую одежду. Но мы решили попробовать сделать немножечко по-другому. Сколько у меня страниц? Несколько. Вот эта страница Саша Шпаков вышел. Шпак Синголайф. Моя страница. И Мэджик Блаттер Шпаков. Тоже моя страница. Вот. Когда покажешь нам Диана. Дорогие. Вчера вы не видели что ли? Есть. Есть Диана везде. Уже в ленте. Можно все посмотреть. На привал на Маркаса вообще. Да нет. Вчера с ним провели. 3 часа. Пока было у родителей. Интересно у нас в общем. Это точно. Вы влюбились с Дианой? О да. У нас тут был диспут по поводу влюбленности и любви. Я считаю что я люблю. Хотя многие пытаются все таки убедить что я всего лишь влюбился. И для любви нужно гораздо больше времени чтобы она пришла. Я с этим частично согласен. Но без влюбленности любовь не приходит. То что влюбленность может пройти это тоже факт. Но вполне так. Влюбленность это преддверие любви. Как без этого может быть? Чувствуется ли разница в возрасте? Я покемонов не смотрел. Не знаю. Пока нет наверное. Радость его восстановить. Спасибо. Диане будет тяжко с таким негативом который придет хейтеров? Не и не будет. Она в соцсетях не улазит вообще и урабаном. Так что тут. Так. Нальчик привет. Втигорск привет. Вот. Тухляк. Конечно. 5500 людей пришли потухлить со мной. Очень странно быстро найти новые отношения. Давайте начистоту. Найти новые отношения быстро это не проблема. Найти крепкие и надежные отношения. Вот это проблема. Найти отношения можно за 30 минут. Ну серьезно. Прям реально. Без проблем. А если ты блогер. Найти отношения можно за 1 клик. Ну секунд за 10. Главное открыть страничку. В общем то примерно не все. Как познакомились с Дианой. Если интересно пишите. Да. Буду рассказывать как мы познакомились с Дианой. Если прям вот интересно. Влюбленность это химия. Любовь все осознанный выбор. Да. Но без влюбленности любовь то не приходит. А осознанный выбор тоже нам говорят. Ой подожди. Так быстро это не может быть. А кто решает насколько это быстро. Мммм. Ишкарова. А привет. Так. Ну что. Как мы познакомились. Мы крайне просто познакомились здесь. Есть инстаграм. В инстаграме я общался с девчонками. Много это человек. Ну я и не скрывал. Никакого флирта. Просто общение. Я был один и мне нужно было как-то приходить сюда. Вот. В результате это общение я находил очень много интересных людей. Мы общались. Абсолютно разные девчонки были по возрасту. Кому-то 20. Кому-то 50. Проблем вообще никаких нет. Все люди интересные и необычные. Но вопрос. Что с кем-то интересно. С кем-то менее интересно. Кто-то подходит. Кто-то не подходит. С тем с кем прям было очень интересно. Я переводил разговор в ватсап. Оставляя один из рабочих телефонов. Вот. Если разговор потом становился неинтересный, скучный или навязчивый. Я удалял человека с инстаграма. Собственно все. И вот так вот где-то в один прекрасный вечер. 11 июля. Мы познакомились. С Дианой здесь. Это было здорово. Мы начали общаться. Диана сразу предложила созвониться по видеосвязи. Чтобы четко понимать кто есть кто. И все. Так собственно и начали мы общаться. Буквально несколько дней. Мы уже начали пилотно общаться. К этому моменту должна была приехать Люба. Должна была приехать Яна. А мы уже пилотно общались с Дианой. Но тем не менее все в порядке. Поэтому когда мы мне записали о том, что у тебя вот то, у тебя вот это или это поля, ты раскручиваешь странички. Нет. Я проводил интересное время. Оно было запрограммировано заранее. Да вы правильно написали, как Диана относится к блогерству. Как к работе. Он четко понимает, что это моя работа, которая дает хороший доход. При всем при этом это яркий интересный контент. И я проводил это время неплохо. Вот. С Яной мы остались очень хорошими друзьями. С Любой мы провели тоже интересные съемки. Все было очень классно, было прикольно. В принципе вот так. Ну и все. Люба уехала, Яна уехала. А с Дианой дальше мы продолжали общаться. Я должен был лететь к ней чуть раньше. Но получились обстоятельства некоторые, которые нам помешали встретиться раньше. И все. Вы сказали, что она не сидит в соцсетях. Давайте так. Чтобы вы потом опять не тянули меня за базар. Сегодня слово не сидит в соцсетях не означает, что у человека нет инстаграма. Не сидит в соцсетях это человек, который с утра проснулся, там что-то посмотрел, там раз в месяц выставил какой-нибудь пост. Вот человек, который не сидит в соцсетях. О том, что шпаки разводятся знали все. Даже те, кто не сидят в соцсетях. Даже бабушки на заваленке знали. Вот. А то, что у меня появилось Диана, об этом тоже все знали. Даже те, кто не сидят в соцсетях. В смысле, вообще не сидят в соцсетях. Потому что очень много знакомых Дианы, которые не сидят реально в соцсетях. Даже некоторые, у кого нет инстаграм, все равно об этом узнали. Как об этом можно не узнать? Вот, в принципе, так. Так мы и познакомились. Ну и все. Дальше мы встретились. Встретились в Цири. На середине Диана ехала с одного города. Я приехал к ней с Петербурга. Для того, чтобы лишние 5-6 часов провести с ней в машине. Вот. Потому что, если бы этого не произошло, то Диане пришлось бы все равно снимать отель. Потому что за рулем столько долго ехать, тяжело. И мы бы встретились на сутки позже. А я не хотел. Так. Люди надеются что судить. Это да. Раскручивать Диану. У Дианы самодостаточная девушка. У нее все прекрасно и все хорошо. Вот. С точки зрения инстаграма есть я. Меня что, мало что ли стало? Вот. Диана ненадолго и без обид. Ну. Видите. Может быть вы Нострадамус или Ванга читаете дальше. Никто не знает, что будет дальше. Мы тоже не знаем. Но, по-моему, это вполне честно начинать любые отношения с открытым сердцем. И на те отношения с открытым сердцем ты можешь совершенно четко получить любой результат. Который будет зависеть от того, готов ли ты работать над отношениями или нет. Насколько вы похожи? Какой жизненный опыт? Какие прежние якоря есть? Что вы ожидаете? Что вы получаете? Разные слова означают разное. Для каждого человека свое понимание слова любовь. Забота и прочее, прочее, прочее. С какого города Диана? Москва, Петербург, Тамбов. Саш, ты черт, какая у вас любовь была ассоцировать? Да никакой раз вы успели созидеть, у тебя уже Диана появилась. Ну, вам виднее, у вас виднее. Эти марафона не будут? Ух, не знаю, мои дорогие. Пока я не готов. Не спешите любить, не делать опять ошибки? Офигеть. Как можно не спешить любить? Блин, вот это меня прямо вообще. Жесть. Подождите. То есть, давайте так. Ты такой, значит, встречаешься с девушкой. Такой, не-не-не. Я тебя не люблю. А что это делать тогда с девушкой? Ну, так, просто что делать? Ну, там, что делать? Ну, просто общаться, там, привет, привет. Как ты делал это нормально, там, а что ты думаешь по поводу яркой полярной звезды? О, да, белая ночь потихонечку заходит на более короткую ночь и все и тому подобное. Вот так вот, да. Ну, мы пойдем покатаемся на речь, когда пойдем. А ты меня любишь? Нет, я тебя не люблю. И я тоже тебя не люблю. Так что я вообще ни хрена не понимаю. О чем вы говорите? Ты, когда начинаешь отношения, ты летаешь. Летаешь и четко понимаешь, что в этих отношениях ты хочешь всего. Тебе хочется получить нежность, заботу, ласку, любовь, надежность, понимание, счастье и многое-многое другое. Кто-то любит спокойные отношения, кто-то любит бурные отношения, кто-то домосед, кто-то путешественник, кто-то болтун, кто-то молчун. И вот это очень важно во всем этом найти свой коннект, чтобы было понимание, что и как. И если ты не начинаешь любить человека, то шансов никаких нету, потому что ты находишься все время в закрытом состоянии. А как тебя закрыть, если ты дальше не двигаешься? Такое ощущение, что вы не трезвы. Да, наебнул с утра водярочки, стаканчиков пять сразу, да. Я проснулся в 11.30. Пожарил сырники, которые здесь у меня. Но я, по сути всему, не трезвый. Почему? Потому что вам кажется, что моя речь не логична? Ну а что я могу сказать? Сожалею. Так. Фамилия Мещенский – это бывшего мужа. Будешь ли менять? Отличный вопрос. Со временем буду, но пока нет. Я не готов у менять все документы, которые есть. Ира, наверное, это сильно не парит. А меня это сильно парит. Я вот, например, не знаю, как Ира сейчас собирается полететь в Турцию по старым документам на открытие Вива. Та-дам! А раз девушка не хочет заботы о любви и ласке, только вы, Саша, хотите? А кто сказал, что я этого не дарю? Ты же говоришь, что твоя девушка должна быть публичной. Не должна. Пока не должна. Ну и вообще, в смысле, не должна. То есть, все зависит от того, нравится ей это или нет. Начало отношений точно должно быть вне вас. Совместное будущее уже обсуждали? Да. Так. Саша, когда кушает, ощущение, что вам неудобно с такими губами или вам комфортно. Мне нормально. ФБЖ ставил, ты, как всегда, отжигаешь, красавчик. Ира поменял фамилию. Я слышал. Мне там уже присылали какие-то возможные варианты. А вот. Угу. А я не менял фамилию, потому что, ну, я не знаю, я не знаю, как она поменял фамилию, но там до хрена нужно вне документов. Просто до хрена. Нереальное количество. Надо поменять паспорт. Загранпаспорт. Надо поменять ВНЖ. Надо поменять все банковские карты. Нужно поменять ИП. Да там до фига чего нужно сделать. Вот. Вот. Вы вместе живете? Пускай это останется по маленьким секретам. Дети у Дианы нет. Вот. Ирина Голденберг. Бу. 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 не очень, не меняй фамилию, но ты и серчак, спокойно, так, она так тебя ненавидит, что готова вспомнить, офигеть, за что меня ненавидите, такое ощущение, что я кого-то убил, кого-то обокрал, у Ирины, по-моему, жизнь вполне неплохая, у нее хороший инстаграм, она научилась хорошо вести свой инстаграм, приносит хорошие денежные средства, дверью остается за ней, которые будут создавать ей пожизненный доход, который больше, чем любая пенсия в десятки раз, а вот, собственно так, с трудом дается, что Диана будет за 6 лет до свадьбы с Александром, ведь именно на таком сроке вы говорили, это была шутка очередная, Анна, 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 не гоните мне фуфо, пожалуйста, я говорю о том, что пройдет несколько лет до момента свадьбы, чтобы люди друг друга узнали, и если они друг друга узнали, очень хорошо, то дальше, завязав официальные отношения, которые, в общем-то, ничем не отличаются от отношений неофициальных, за исключением штампов в паспорте, можно уже думать о детях, но в любви действительно есть критический возраст в районе 3-х лет, и вот этот возраст в 3-4 года нужно пережить, чтобы четко понимать, все ли так же, все ли хорошо, чтобы идти дальше, Почему с Ириной не ходили по ресторанам и не путешествовали? Конеко, скажите, а вы не замечали, что мы всю нашу жизнь путешествовали, меньше чем 5-6 путешествий в год у нас не было? Бали, Доминикана, Таиланд, Камбоджа, Греция, Германия, Украина, Беларусья, мы где только не были, а по ресторанам, но фиг знает, даже вот еще до разводов в марте мы были, когда в Москве по ресторанам мы, по-моему, проходили охренеть так много. А вот, второй ВИО сдали, нет, вторая задерживается с открытием, к сожалению, вот так вот, должна открыться в эти выходные. Скажите, пожалуйста, должны ли вы, как граждане РФ, выплачать налоги с арендой ВИО в России? Нет. Турцияская недвижимость вообще никак не влияет на то, что происходит в России. В России мы платим российские налоги, в Турции мы платим турецкие налоги. Так, Ира, тебя буду рожать от тебя, а здесь ты скучно стал. Ну что же, вы с тобой? Нет, я в Петербурге. Слышишь, шпак, скинь на айфон мне, друг мой. Так, с пацанчиками во дворе общайся, на выход. Так, кто еще хочет мне сказать, что-нибудь... Мне кажется, в пеньках ей стало тяжело, сняли бы красивый апартамент, было бы легче. Тебе собак, взрослых, в одной ножке. Катя, а что говорить о прошлом? Прошу о прошлом. О-о-о, привет от Юры Графоса. Юре тоже огромный привет. Как же, с мужчинами как Ира? Отличный вопрос. Тяжело. И первое, что меня очень сильно сближает Диане, помимо понимания, то, что мы оба очень много общаемся, очень много тактильности, и это очень реально круто. А вот, готовить Диана готовлю я, я люблю готовить. Как с Рима, отлично, каждый день мы связываемся. Есть некие свои моменты, связанные со стройкой. Кто строил, тот знает. Все чуть дольше, чем хотелось бы. Все готово и на второй, и на третьей уже виле. На второй виле сейчас ждем перева и окна. Только так. Все зависит от производства. И тут, к сожалению, нужно орать, кричать, но ни хрена не произойдет раньше, чем должно произойти. Так, Елена, Саша не 18 лет, чтобы еще до хрена времени страдать по предыдущей виле. Он хочет дальше жить, любить и грифовать. Не то сложно, что все и будет просто так. Это точно. Это точно. Андрей, сколько стоит арена трофей в Калкане? А посмотрите в Калкан Вилос, и она обязательно все вам расскажет. С Адонином общаетесь, из Германии? А вот Саша куда-то пропал год назад. Прям вообще. Это, конечно, очень странно. Казахстан при этом. Ла. Саша заявки на Броневилл есть? А то. Так. Почему Маркуса с собой не берешь? Пока не беру. Надо вообще определиться, где я буду жить. Здесь, в Петербурге. Или все с кем, блин, мне уже пора тренироваться. Или я отправлюсь в Москву. Вот. Весь здесь в Москве. Как только я отправлюсь, как только я пойму, где я буду жить, я сниму квартиру. Как только я сниму квартиру, соответственно, сразу подведет и Маркуса. Среди продают имущество в Турции? Да. Мы определили в день развода. И вот. Плацдарм, который я хотел сделать, я сделал. План на первый год все равно я успел выполнить. Построено 3 вилла. 4 вилла будем достраивать сейчас с начала нового строительного сезона, с ноября. В принципе, все. Что здесь сказать? В принципе, все. Дальше надо закрыть турецкие и российские долги, чтобы их не было вообще. Инстаграм и Ютуб приносят свои прибыли. Остальные инвестиции по мелочи приносят свои прибыли. Дальше будем смотреть, что происходит. Как же, Диана, если ты переедешь? Я надеюсь, что мы переедем. Опа. Диана по гороскопу Скорпион. Видение человека все-таки сбывается. В конце шпаг останется один. Так. Потом просто скажешь, родители попросили собаку оставить им. Они его полюбили, оставишь. Янка родина. Потом вы будете опять извиняться или опять забудете. Сначала вы кричали, что мы не развелись. Потом вы кричали, что у меня нет Дианы. Сейчас вы кричите еще что-то. Так, Саша, смотрю ваш эфир. Рассуждайте очень грамотно. Хочет мой сын был таким же грамотным. Нам приятно слышать. Магия маслечка с Дианой. Диана не очень любит маслечка. В Питере я остановился в гостях у друзей. Мне дали ключики от квартиры до конца августа. Вот. Поэтому я на трех квартирах. Где-то к родителям приезжаю, где-то на просвещение приезжаю, где-то у Дианы. Вот. Огонь и вода несовместимы. Угу. Израиль говорит. Какой же родной человек родных и любимых не бросает? Особенно так не делает. Так, как это делает Ирина прям. Так и херово, с мину фамилией как ком. Ну, слушайте. Почему мы с Авери не обсуждаем? У нее в своей жизни все нормально. Скорпион тяжелый знак? Ну что ж. Тяжелый-тяжелый. Вилу я не решил продавать. Вилу на месте. Продаются земли. Другие земли. Угу. Про экономику инвестиций когда? Не сейчас. Про экономику инвестиций чуть позже. Чуть позже. Все деньги все равно уходят на добивку стройки. Вы себе не представляете, сколько это дотягивается? Еще там окна пришли. Еще почти два мульта. Два мульта. Залили дорогу. Еще 560 тысяч рублей. Вот. Диана ревнует, Киря. С чего бы это делать? Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Квартира в Юнтово продана давным-давно. Сейчас я с Дианой. А то. А то. Угу. А ты не тяжелый? Тоже тяжелый. Все знаки тяжелые. Люди и знаки и все остальные. Так. Какой бизнес еще планируешь? Я планирую обратно вернуться в свои инвестиции. Это нужно сделать. Совместим. Очень страстный союз. Но главное, скорпионы в эмоциях ничего не сказать. Они все помнят. Обиды копятся внутри и помнятся. Буду иметь в виду. Все вы мужчины такой мудрости. Так. Саша, вы уверены в своем выборе? Не путайте эмоции с реальностью. Начиная с 11 июля мы проводим каждый день все наше свободное время. И все наше свободное время посвящается у нас друг к другу. То есть, начиная с 11 числа, почти полтора месяца, мы здесь вместе. Ну и в принципе все. На это время можно очень четко понять, кто есть кто. Нет. Участок земли очень хорош печат гуля. Почему будем купить Иринину долю, если же осуществить проект на этой земле? Гуля, потому что я не резиновый, как пишут мне некоторые мои подписчики. Мы отстроили, я отстроил, три вивы, три с половиной. И еще нужно денег. Я их дотягиваю, добираю, проект будет добиваться. На постройку следующей, четвертой вивы, на ее окончание, нужно еще примерно 200 тысяч долларов. Общее количество долгов уже очень немаленькое. Как российских, так и турецких. Чтобы закрыть сейчас обязательства, продажи одной земли немножечко не хватит. А нужно иметь еще деньги для того, чтобы иметь следующие инвестиции для дальнейшей жизни. Ирина сказала, что хочет начать свою новую жизнь без долгов. Соответственно, мы это продаем. Можно ли было бы выкупать ее землю? Да. Но на что? Еще взять денег? Ну, я прекрасно занимаюсь бизнесом уже 20 лет. И я прекрасно понимаю, сколько я могу нести, а сколько уже нести опасно. Ну вот, поэтому я всегда заработаю взаимными деньгами, но я не выхожу за рамки дозволенного. Так, готовы терпеть себе каприз Дианы? Какие капризы? Евгения. Спасибо за добрые слова. Украине передать привет с радостью. Рано можно и года два, потом все равно говорить про любовь и счастье, и начало отношений сюда. Ты не первый раз, е-мое. Крис, права. Права. Ну и как надо называть начало? Через сколько человека можно называть любимым? Ты заботишься и любишь человека раз и навсегда. Дальше в процессе всего этого появляется либо больше понимания и еще больше любви, либо появляется непонимание, обиды, ненависть, боль. Я такие слова не хочу даже применять. Поэтому, как правило, ты делаешь все равно все, исходя из того, что человек любимый. И ты его любишь сегодня, здесь, сейчас. Работай над отношениями. Совершай эти или иные ошибки, но решай их здесь сразу, по ходу. Если оба человека любят, и оба готовы работать, и обоих опыт позволяет, то, в принципе, ничего. Все. Будет хорошо. А если нет, значит, все будет нехорошо. Собирайтесь железяны. Что такое? Саш, скажи, о корейском чай, который ты пил, там были использованы черемахи, листья и ягоды. Да. Листья черемахи были. Очень прикольно. Настоящий мужчина добьется цели. Это все про вас, вы все сделали. Спасибо огромное. Спасибо. Саша, в Турцию не пришел, там жить не стоит. Почему? В Турции это плацдарм. И в Турцию я вернусь. Как минимум, мне нужно достроить четвертую ВИО, чтобы с Ириной все поделить. А вот, ну и в Турцию я буду дальше двигаться. И бизнес там тоже интересный есть. Обидно продавать земли сейчас. А вот, потому что я прекрасно понимаю, что эта стоимость земель в ближайшие два года в два раза увеличится. Но это огромнейшая куча денег. Это миллионы долларов. Но делать придется это здесь и сейчас. У меня могут еще от этого депрессия, когда говорят, что ты грустный. Конечно, я грустный. Когда я понимаю, что сейчас придется это продать за одно количество долларов. А правда, через два года, думаю, это совсем другое количество долларов. Если бы эти деньги были бы сейчас не нужны, то просто ты сидишь вот так вот. Ну, в смысле, не сидишь. Ты совершенно спокойно путешествуешь, живешь, наслаждаешься, кайфуешь, ходишь в рестораны, видишь новые страны. А через два года раз и продаешь то, что купил на миллион долларов дороже. А может быть на миллион двести. А может быть на полтора. Сделать лям баксов за два года это достойная сумма. По крайней мере для меня. А продать это сейчас, это не заработать этот лямб долларов. Вот это меня, конечно, угнетает. Это меня, сука, очень сильно угнетает. При прочих обстоятельствах я, разумеется, этого не делал. Есть ли у Дианы другой аккаунт? Нет. Это уже хейтеры там создавали Диане иных аккаунтов и раскручиваются. В чем смысле не общаемся как бы друзья? Ну так а у нас нет никаких общих тем для общения, за исключением бизнеса. ВИО никто не продает, вы не забыли что ли? Саня, ты не кричишь здесь, что ты сдаешь будущую ВИО за четыре тысячи долларов в месяц, если человек сразу купит у тебя на госперед. Нет, такие деньги смысла никакого нет. ВИО сейчас сдаются по той цене, по которой есть, и все у нас все нормально в этом плане. Саня, ты после отдыха с Дианы или ты ни в чем не разочарался, тебя все не устроило? Да, у нас все отлично. Это реально так. НАТО. Никто не умер, и это главное, а деньги еще придут. Именно так я и думаю. Израиль, привет. А вот. Первый раз за все время попал на прямой эфир, очень за вас рада. Приятно. Можно коротко о том, почему у Ирии достались ВИО, но потому что мы были одной семьей. По российскому законодательству все 50 на 50, а в Турции у нас турецкая фирма, которая партнерская. Это как, не знаю, ОООшка у нас сделана. И она тоже у нас 50 на 50. Поэтому здесь все просто. Я мог сказать, конечно, гордо, я ничего не буду строить и дальше, что надо было там все распродать, но еще тогда продать и третью землю без ВИО, это было бы просто фиаско. Год назад у нас был один дом на двоих, и все. Сейчас же у нас 4 дома на двоих. И это, ну, это круто. Почему не забрали Джейсона себе, буду спрашивать, пока не отвечу. Потому что Ира забрала его себе. Когда пролечу в Киев? Ну, не знаю, пока не знаю, не готов. Потому что это ее деньги, и она сказала, что ШПАК ничего не вложил, кроме булавольства. Так. Реально поговорить с Ирией убеди как-то попозже продать? Попозже не получается продать. Попозже это надо года через два продавать. То есть продать через 2-3 месяца это не проблема. Продать через полгода тоже не проблема. А вот продать через 2 года это проблема. Ира не я, она не готова жить такой жизнью. У нее другие заботы, другие радости. Ирина меняет фамилию. Так. Встречи с подписчиками мы не знаем. Пока нет у меня встречи с подписчиками. 4 дома и долги вы еще один, и без долгов. О, блядь. Как я это люблю. Вы бизнесмен? Любой бизнес определяет с тем, какое количество кредитных обязательств у тебя так или иначе есть. Деньги делают деньги. А нет денег, ты будешь сидеть в одном доме и куковать. 4 дома и долги. 4 дома и еще 2 земли. Продав 2 земли, закрываются все долги, блядь. Все, родная, Бейфорд. Все долги закрываются. У нее еще остается бабло. Ира потратит его на свои проекты. Я потрачу его, скорее всего, на акции. В принципе, все. Будут у меня еще как бы дивиденды с акциями. Так что, в принципе, все в порядке. Все как и всегда. А один дом? Это был просто дом. Без долгов. Ну и что? С одним домом жить что ли? И что? Вот живешь ты в домике. Ну и что? Да, ты живешь на Новой Риге. Все прекрасно. Ири тоже эта тема нравилась. Но, как бы, это не моя тема. Я за год сделал больше, чем большинство людей за счет жизни. По-моему, как бы нормально. Так. Турки еще нагнулся адвокатами или опять брехня? Опять брехня. На выход. Заблокируйте. Не пойти, что Турцию закроют. А с чего Турцию должна закрыть? Деньги, которые я сделал, можешь и сумножить. Ну, этим я собираюсь заниматься. Ну, просто, блин. Вот в этом-то и пофишке, что все бабки выложены в Турцию. И почему я тоже иду на это по поводу продажи земли? Я думаю, что надо диверсифицировать риски. Виво будут работать. Эта земля никуда не уходит. Эти виво никуда не уходят. А вот новый проект надо как-то вкладываться. А без денег это делать трудно. Куда планируешь путешествия в ближайшее время? Я не знаю. Вы знаете, что Иринов у меня отчество Александровна. У Ирины и было отчество Александровны. Выгорание от Инстаграма у меня не начинается. Так. Если земля не купит, если не сможет продать, то цена, что ты просишь, уже есть покупатель на землю. Да, и за ту цену, что я хочу, но тем не менее, если совсем будет прижимать, я в любом случае их продам. Не скучали по Турции у вас? В Турции я каждый день на связи, мои дорогие. Каждый день. Счастья и удачи вам сделаны. Спасибо. Вы продаете эту красивую землю, с видом на море? Да. Кстати, надо сейчас у Солимы взять вторую землю и тоже ей показать. У Ирины начинается фоминалиня на го. Ваши варианты? Я не знаю, какие варианты. Ирина, смотрю, у вас сейчас 30 тысяч подписчиков. Дальше не верит, сколько лет прошло. Да, очень, 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 очень и очень много. Про крипту. Да, будет у меня идея. Когда появятся сейчас свободные деньги, часть денег я ввожу. В крипту, часть выйдут у меня в акции и часть я закинул на предыдущие инвестиции, которые приносили мне 60% годовых. Так что туда я тоже закинул. Как быть, мебели, которые на 4 вьюла, за них можно вернуть деньги? Нет. 4 вьюла, то есть она придется строить. И отправится к Ири туда. Ужасных комментов за последнее время Елены много. Прям дофига. Хорошо, что у меня связи с небом. Вот. Планы на ближайшие 5 лет. О, планы. Смотри, 5 лет у меня это дохрена. Нужен еще источник дохода. В принципе, тот план, который у меня стоял, он все равно есть. И, скорее всего, он будет связан с Турцией. Я хочу взять землю попроще. А вот, построить там такие, знаете, есть переносные домики. Такие метров 60-70. А вот. И сделать такой эко-вилдж домиков на 20. Чтобы он был более доступен. Что-нибудь там, знаете, типа там 1000 долларов в неделю, чтобы люди могли приезжать и отдыхать. Вот. В принципе, вот так. Такая тема есть. Надо посмотреть, посчитать. Для этого нужно запопить где-то с гектар земли. Вот. И просчитать проект. Но это тоже, блин, бабки. 20 домиков, блин, это тоже бабки. То есть меньше, чем 1 миллион 200 долларов в ряде получится. Посмотрим. Дорогие мои, оскорбления можно писать, но один раз. И потом на выход сразу. Хочешь детей любимые? Дорогие, куда вы спешите? Многие так все здесь критикуют. Диану, подождите, я пропустил. Потому что они ожидают, что такая красивая девушка будет с вами теперь в голове нестыковка и отрицание. Да. За 1000 долларов это должно быть все включено? Вы шлепнулись? Тиса. За 1000 долларов? Ну, в принципе, на территории Калкана нет ни одной вивы, которая стоит 1000 долларов. В принципе, вообще нет. Все дороже. В других местах, может быть, и есть, но мы про другие не говорим. Меня устраивает тот регион, где у меня уже есть все связи и необходимые. Все есть. Есть мрамор, есть цемент, железо, есть рассрочка по утеже, есть абсолютно все, и проблем никаких нет. И есть открытая линия по кредитованию. Так что все в порядке. А в Калкане такого нет, чтобы было все включено. Вы, наверное, что-то путаете. Я же не отель строю. В принципе, так. О, мои друзья, у меня здесь занят уже дружбан. Вот. Так что давайте с вами прощаюсь. Увидимся чуть-чуть позже. И не пропадайте. Да. Не забудьте, знаете, написать комментарий и поставить лайк. А то почему-то мне пишут только плохие комментарии. А плохие подписчики мне лайки не ставят. Давайте хоть посмотрим. Много у вас здесь. Вон, пять тысяч и сот человек. Могут хоть один из вас поставить мне лайк. Потом скажешь, пока выпрашивает лайки. Так рождаются слухи. Замечайте.